Добрый день! Мы в своих программах часто рассказываем вам о машинах, то есть о железе, и, к сожалению, значительно реже о людях. Исправляя эту ошибку, мы сегодня расскажем о Якове Кадыриче Мехтееве, человеке, который создал первую в России частную команду по ралли-рейдам на грузовиках. Яков Кадыриче Мехтеев занимается спортом уже очень давно. В это трудно поверить, но ему исполнилось 60. Мы не ставим перед собой задачи рассказать об его спортивной карьере, гонщика, времени не хватит. Нам интересен Яков Кадыриче больше как человек. Человек, решившийся, будучи уже далеко не юношей, пересесть на грузовики. Я вышел с предложением, с просьбой, вышел на команду КамАЗ-мастер, обратился к Семену Семеновичу Якубову по поводу приобретения грузовика КамАЗ. Очень долго добивались разрешения на продажу этого грузовика, потому что некоторые узлы и агрегаты составляли интеллектуальную собственность завода и команды. Наши механики под руководством механика команды КамАЗ-мастер, мы привели в рабочее состояние, и мы на нем выступали года четыре. Мы стали чемпионами России в классе грузовиков. Вот так вот в этом ангаре стоит техника совершенно новая, ну, относительно новая, понимаете, что это боевые машины, и рядом техника фактически прошлого века. Вот смотрите на этот старый Зил. Это пока он выглядит старым, очень скоро его отреставрируют, он будет смотреться ровно так же, как этот КамАЗ. Вот эта старушка, 21-я Волга, уже готова к тому, чтобы отправиться на реставрацию. А вообще в этом импровизированном музее есть одна машина, которая рано списывается с щитов. Это КамАЗ, который выиграл Дакар в 2005 году. Кстати говоря, подобной машины нет даже в музее у КамАЗовца. Что за человек, Яков Кадырович? Как с ним работает? Все время прогрессирует, прогрессирует постоянно. И сразу тянет за собой пересмотр по техническому состоянию машины, там и эргономика рабочего места его, как водителя. Потом поступило предложение от команды, заводской команды АМАН, принять участие в гонке, в супермарафоне «Трансориенталь» в Санкт-Петербург-Пекин. Я охотно согласился, принял участие в тестах, выезжал в Голландию. Руководство команды, МАН, взяло мне предложение ехать в команду. Сразу столкнулся с большими сложностями. Во-первых, незнакомые люди, незнакомые, ну, как бы будем так говорить, что не сильно знаком язык, менталитет этой команды, хотя ко мне дружелюбно все относились, как бы, но дискомфорт определенный был. В экипаже со мной ехал штурман Игорь Козлов. Сейчас, по сегодняшний день, он штурман моего экипажа и член нашей команды. Механиком был голландец, инженер-конструктор Йохан Ван Бестон. Очень умный, очень квалифицированный механик. Было предложение сформировать экипаж для выступления на международной гонке «Трансориенталь», это далекий 2008 год. Собственно говоря, тогда предварительно сформировался наш экипаж, дальше пошли тренировки, и первые боевые крещения мы получили на этой гонке. В первые дни самой гонки приходилось адаптироваться к серьезной, очень мощной технике, конкурентно способной на тот момент, не уступающей ничем КАМАЗу. И к такому темпу. Первый спецучасток, он был короткий, мы поехали очень быстро. Мы со старта там догнали Чехова, обошли, потом еще кого-то объехали. И в песке не было видно какой-то предмет, железяка какая-то. Ну, в общем, пробиваем колесо. Неудачи буквально преследовали экипаж. Стартовали сзади, вынуждены были вырываться вперед, обгоняя легковые автомобили в тучах песка и пыли. Потом неожиданно двигатель заглох. Даже в присутствии конструктора разобрались не сразу. Тем не менее, вкатались и даже вышли на четвертое место. Уже были на территории Казахстана, уже такая плотная степь, уже пустыня, полупустыня. Очень сложный грунт, очень много высохших русл, речушек, рек там и так далее. Очень большие промойны. Этот день очень удачно складывался у нас. Мы, как мне по рации говорили, что мы сейчас лидируем. Ехали очень быстро. До финиша где-то 600 с лишним километров спецучасток, до финиша оставалось километров 80. И так вот правый такой поворот видно. Ну, прямо в степь, я думаю, ну, и смотрю, как бы след, как бы вправо уходит от дороги. Ну, не послушался. Это моя вина полностью. Игорь мне неоднократно повторял, вернись на, ну, мнимую, как бы, ту дорогу, которая была. И в одно мгновение перед нами огромная яма, это, ну, и все. Вариантов не было не тормозить, потому что еще хуже бы последствия были. Мы думали, что мы перепрыгнем ее. Но, к сожалению, не получилось. Где-то на скорости 150 километров, где-то вот так, 145-150. Мы ударились о противоположный берег этот, и потом уже ничего не помним. Ну, пришел в сознание в вертолете уже. Слава Богу, это уже, как бы, спортивно-медицинское приключение, которое было три года назад уже можно рассказывать с улыбкой, потому что победили. А тогда было реально страшно, потому что звонили по телефону, страховые компании, наверное, из Франции, из Бельгии и откуда-то еще. Но кроме телефонных разговоров и беспокойства никакой помощи не было. И с Астаны мы практически вдвоем с Яков Кадыричем добирались до Ростова. В Ростове нас уже встретили на скорой помощи и доставили в больницу скорой медицинской помощи в отделение сложной и сочетанной травмы. И там ему, конечно, уже оказали помощь на высшем уровне по полной программе. В августе 2008 года в отделение сочетанной множественной травмы в городской больнице скорой медицинской помощи обратился Яков Кадырович с травмой грудного и поясничного отдела позвоночника. После обследования полного произведенного Якова Кадыровичем у него было выявлено сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и пилом 12-го грудного и 1-го поясничного позвонка. Проведен курс консервативной физиофункциональной терапии. Затем больной был загипсован и продолжилась консервативная терапия. После трехмесячного пребывания в гипсовой мобилизации больному рекомендовано съемный корсет. На данный момент наступило полное выздоровление. Это серьезная травма позвоночника, два позвонка поломанных, первая и вторая степень компрессии была. Скажем, можно было предложить оперативное лечение, но по его активности жизненной и так, как он хотел в ближайшее время участвовать, мы не рискнули. Травма была сочетанная. У него был перелом основания черепа, оскольчатый перелом 12-го грудного позвонка, оскольчатый перелом 1-го поясничного позвонка. Ну, даже после такой травмы, сколько не уговаривали Якова Кадырича, что хорошо бы оставить спорт, Яков Кадырич нарывался в бой. И как бы раз в год делаем МРТ, после гонок обязательно, ну, пока, так сказать, страшного ничего нет. И ухудшения состояния нет. Как бы феноменальный организм. Как бы все идет, наверное, против науки. Потому что по науке, по науке такой человек уже как бы соревноваться не должен. На 99% члены команды «Тим Ринат Транс» это все сотрудники нашего предприятия. Все буквально. За исключением Николая Александровича Радужан, но я его никак не отделяю. Он члены команды, и друг, и член нашего коллектива. То есть, единственное, у нас Игорь Козлов, это как бы москвич, пока не работает в коллективе нашем. Ну, я думаю, что не за горами тот день, когда он согласится приехать и будет работать у нас. На предприятии, да, у меня работает старшая дочь моя, средняя дочь работает, сын работает, моя родная сестра работает, племянник работает, зять работает. Строгий, но строгий, я считаю, справедливо строгий. Поблажек он не дает. Он так же, как со всеми, даже он к своим близким относится намного строже, требовательнее, чем к посторонним. И мне приходится подстраиваться и сидеть вот так вот ушком, подслушивать, что и как. И даже где-то помогать нашим сотрудникам, когда можно зайти, когда нельзя зайти, когда надо промолчать, когда надо исчезнуть. В процессе участия в гонках «Шелковый путь» мы близко познакомились с командой «Лапрайс», с его руководителем, миланом «Лапрайсом». Последние гонки мы как бы и биваки ставили рядом, и помогали друг другу, и как бы ходили в гости друг к другу, как это бывает на биваках. Поступило предложение от Милана приехать к ним в Чехию. Я и поехал туда, пообщался, повстречался, посмотрел, что у них есть, какая у них база, что за техника какая есть. В общем, я пришел к выводу, что это очень хороший вариант попробовать свои силы на «Татре». Топовый грузовик, при том входящий в головку сильнейших грузовиков мира, будем так говорить, спортивного мира. Новая машина и новые перспективы. Яков Кадырич не собирается останавливаться и даже сбрасывать обороты. А в данный момент, вот, я 26 числа улетать буду в Южную Америку, в Гуэнос-Айрес, для участия в «Дакаре» на пресс-каре, будем так говорить. Пресс-автомобили, Nissan, патрун, оснащенный полностью по всем требованиям. Почему именно как пресс-кар? Потому что это дает мне возможность ехать по трассе, бывать в самых сложных этих участках и местах. Я хочу все это посмотреть, посмотреть тактику прохождения где он у сложных участков грузовиками. Психологи говорят, хочешь узнать человека получше, присмотрись к его увлечениям. Давайте присмотримся. У меня очень большой такой интерес есть к старым вещам, связанным с техникой. Мне по наследству достался самовар моей бабушки, Царствие Небесное. Появилось желание еще там приобрести, еще купить там, где-то найти там. В конечном итоге я очень сильно увлекся этим делом. У меня очень хорошая коллекция самоваров прошлого, позапрошлого лета. Также собираю граммофоны, патефоны, ну и другую, как бы, утварь всевозможного. У меня очень хорошее качество есть. Я не собираю те, не покупаю, не беру те вещи, которые несут отрицательную энергию. У меня сразу на такие несущие информацию отрицательную аллергия мгновенная. Автоспорт для Якова Мехтиева, конечно же, очень давно больше, чем увлечение. В чем же секрет его спортивного долголетия? Все просто. Хорошие люди, которые его окружают, желание бороться до последнего, уверенность в себе и жажда жизни во всех ее проявлениях. А еще я понял, что он романтик, мальчишка в 30 лет. И, возможно, это самое главное из качеств. С днем рождения, Яков Кадырич. Услышь меня, хорошая, Услышь меня, красивая, Заря моя вечерняя, Любовь неугасимая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин